Чай, фонарики налобные, печенье, пряники. Это и многое другое уже в ближайшие выходные будет доставлено в зону АТО. Здесь все необходимое для бойцов, которые находятся на передовой. Мы следим за передачей «Донбасс сегодня». Как только мы узнали о акции съемочной группы этой передачи «Беля сердца», мы сразу же откликнулись. Ребята сейчас защищают нашу родину, ее целостность и независимость. Я уверен, что благодаря таким акциям мы обязательно одержим победу. Еще раз докажем, что наше государство независимо и что наш народ действительно целый и неделимый. Волонтерское движение комбината насчитывает порядка двух тысяч работников. Запоросталевцы говорят, не раз принимали участие в подобных акциях. Оказывать поддержку воинам АТО, а также мирным жителям Донбасса будут и в дальнейшем. Это непростое время для Украины. Мы все должны помогать ребятам, которые находятся на передовой. Это лишь мало часть того, чем бы мы хотели им помочь. По словам инициаторов акции «Беля сердца», помощь будет доставлена военнослужащим 30-й, 93-й и 55-й бригады в Донецкую и Луганскую области. Люди, которые находятся в зоне АТО, рады любой помощи, как гражданские, так и военные. И в этот раз инициативу телеканала ТВ-5 поддержала молодежная организация комбината «Запоростали». Я считаю, что это хороший пример для людей, чтобы они не оставались в стороне от проблем Востока Украины. Не остаются в стороне от проблем Востока Украины и учебные заведения города. Традиционно приняли участие в акции запорожские школьники и их родители. Военнослужащим передали продукты питания. Наша гимназия не первый раз принимает участие в этой акции. И наши родители, школа откликнулась, и мы передаем конфеты, сладости, кофе, чай, печенье, варенье, приготовленное бабушками, мамами, ребятам. Социальная инициатива телеканала ТВ-5 «Беля сердца» стартовала в декабре 2015-го. В рамках первого этапа акции запорожские школьники передали украинским бойцам порядка 200 рисунков и писем, а также сладкие подарки. В дальнейшем организаторы планируют доставлять помощь не только военным, но и мирным жителям Донбасса, которые находятся на линии фронта. Принять участие в акции может каждый желающий. Обращаться по телефону, который вы сейчас видите на экране.